В условиях боевых действий продавцы и владельцы торговых точек не могут завышать цены на социально значимые товары. Еще в начале прошлого месяца Денис Пушилин подписал указ, который вводит контроль за стоимостью на продукты первой необходимости и следит за исполнением указа полиция республики. Смотрим. Согласно поручению главы Донецкой Народной Республики, на территории ДНР ведется работа по контролю стоимости различных групп товаров в целях обеспечения доступности для населения основных продуктов питания и лекарственных средств. Добрый день. Добрый день. Я же управлен по борьбе с критическими проблемами и коррупцией. Проводим профилактическую работу по ценообразованию. Будете добры покрыть ваши документы регистрационные? Входим все. Сельская регистрация? Входим. Входим, да? Да. И приходы у вас есть, приходим документы на мясо. Согласно постановлению номер 1041 от 3 июня 2015 года об утверждении порядка регулирования и контроля цен, тарифов на территории ДНР, сотрудники Министерства внутренних дел, Министерства доходов и сборов, а также представители инспекции по защите прав потребителей ДНР проводят проверки установленных фактов необоснованного завышения цен на социально значимые группы товаров. Согласно поручению главы мы проводим проверки. Подскажите, пожалуйста, цены на картошку, разрешительные документы на картофель. У вас должны быть с собой разрешающие документы на реализацию и происхождение товара. С 8 сентября на территории ДНР был запущен телеграм-бот для контроля уровня цен в торговых точках республики. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. За время работы чат-бота поступило 72 обращения граждан по фактам необоснованного завышения субъектами предпринимательской деятельности цен на товары первой необходимости. Данные обращения направлены в территориальные подразделения МВД ДНР для принятия решения в рамках статьи 107 УПК ДНР. Сотрудники службы по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией МВД ДНР регулярно проводят мероприятия по выявлению вышеуказанных нарушений действующего законодательства со стороны субъектов хозяйствования. В случае установления фактов нарушения ценообразования, копии материалов до следственной проверки направляются в Министерство доходов и сборов ДНР для принятия решения.